Продолжение следует... 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 Очень много было сербов в 80-е и 90-е годы. Они здесь строителями приезжали, работали. И вот как нет храма. И они, конечно, предложили построить храм и создать монастырь. А сербы поклоняются, у них очень важная святыня. Это Богородица Троиручица. У Богородицы третья рука серебряная. Вы также по дороге в монастырь узнаете, почему третья рука и почему сербы особо прочитают икону. Но местечко в мужском монастыре называется Крестовый апостоль. Так как вы увидите частичку Животворящего Креста, на котором был распят Христос. Монастырь находится на возвышенности. И в случае необходимости, это когда много развлекательных таких компаний, монастырь просто закрывает. Потому что это очень серьезный строгий монастырь. Службы у них. Мы вчера были очень много. Но наша группа, конечно, в службу не приезжает, а только после службы. И рядом с монастырем есть такой источник. Это запруда естественного ручья, в котором многие... Ну, кто-то купается, а кто-то нет. Кто-то какую-то вещь просто опускает, чтобы она была мокрая, намочить ее влажная. Не осталась для вас святыка. Ну и место. Мы ведь назвали так маршруткой земли, потому что там необыкновенно живописные места. Вот нашим гостям, конечно, не просто в восторге от этой красоты и монастырей. Мы ведь предполагали первоначально, еще в конце 90-х годов, 19-го столетия, построить мужской монастырь, который сейчас в Абхазии. Именно в Солухауле. Удаленность от побережья. Дорог не было. И поэтому монастырь построили в Абхазии. Понимаете, мужской. Вот. Поэтому мы будем рассказывать. И гора Фиш там как на лагоне Солухаула. Там очень живописные места. Корыта проезжаем. А это река, которая отстает в углубление в виде всевозможных ванночек. То есть живописнейший, красивый маршрут. И плюс посещение мужского монастыря. И чаю там наберете, хорошего Солухаульского чая. Славянка. Это мы единственная компания, которая предлагает этот маршрут. Славянка. Краю, на краю земли. Воскресенье. Ну а теперь мы с вами находимся в ущелье под названием Махштурское. Вот. Вы посмотрите. Теперь вперед и чуть направо мост. Он соединяет два хребта. С моста прыгают. Вот и развлекают. Развлекаются. Кому не хватает адреналина. Ну а вы знаете, кто идет по мосту? Великолепная панорама. Настолько открывает. Вот смотрите, прыгнул. Прыгнул. Вот смотрите, прямо и ближе. Металлическая опора, которая ближе к хребту. Вот сейчас прыгнул и висит на канате. Да, на резинке банджо называется. Направо посмотрите, кто сидит сзади. Вам надо направо и вверх смотреть. Прыгнул с высоты 69 метров. Вот направо смотрите, сейчас вверх. Видно? Видно. Ну, кто-то сзади. А это может меня? Нет, сзади увидят. Нет, сзади увидят. Ну, кто не увидел, что делать? Надо ехать на экскурсию. В субботу. Скайпапа. Вы увидите, как другие прыгают. Да. А вы пройдите по мосту. А как там пройти по мосту? Как вы лежите за что-то? Пролёт где-то около метра. Поручни есть. Поручни на уровне груди. Вот там идут. Вот так он раскачивается. И прозрачная. Вот так вами. Как сетка такая прозрачная. Ну, вы знаете, кто боится высоты, надо идти и смотреть вверх. А смысл? Это вот для тех, кто прыгает, им не хватает адреналина. Я видела прыгающих. Их когда поднимали обратно на лебедки, у них эйфория. Вот радость такая. А тот, кто боится высоты и смог пройти по мосту и вернуться, тоже адреналин. И тоже эйфория. Такая радость в жизни получается. Что это? Туннель, который был построен ещё за долго до революции. 1898 года. Вот кто ездил всё равно в Красную Поляну, вы как по автобану проехали и всё. А вот старая дорога, она конечно живописная. Видите, мы ущелье сегодня показали. Мы едем по дороге, по которой ездили ещё до открытия новой дороги олимпийской. То есть до 2007 года. Вот она старая дорога. Протяжённость туннеля 400 метров. И теперь мы сейчас с вами увидим форелевое хозяйство. Вот, налево смотрите. Пруды открытые. Здесь 199 прудов. Они вытянуты в сторону моря на полтора километра. Вода чистейшая, артезианская. То есть из глубин 40 метров, 45 метров. Значит, вода обогащённая кислородом. И вот поступают. Форели живёт только в чистейшей воде. Пруды здесь не закрыты, так как плюсовая температура. В район влажных тропиках. Но для экскурсий показано только 8 прудов. Это достаточно. Показывают мальков, самых маленьких рыбок. Ну а потом показывают, где живёт стерлядь, как она размножается. Осетровые водоёмы. Также радужная форель. Янтарная. И очень вкусная форель здесь. Ну а потом дегустация. Ну это экскурсия в четверг. В четверг, которая после экскурсии по форелёвому хозяйству, конечно, завершается дегустацией форели. С вином. Вот смотрите, кто в четверг у нас одновременно в гости к пасечнику и форелевое хозяйство. Вот купите билет на форелевое хозяйство. А форель будете есть у Гамзата Михалыча. У нашего известного пчеловода. С ним познакомитесь. То есть два в одну. Вот она тайну раскрыла. У нас, правда, есть коллега. Сейчас будет улыбаться. Сказать секрет. Раскрыла тайну, да? Ну то есть, когда наши гости так попадают, они говорят, ооо, два в одну. То есть и на том мы, да, там побывали в маршруте. Да, четверг. А вы сейчас смотрите, с правой стороны это Амшинский двор. Двор Дружбы народов. Армянский двор очень красивый. Здесь и кафе, и гостиница. Видите? То есть мы вот сейчас едем по такой дороге, что, вы видите, здесь и рыбалка, и форелевое хозяйство. Вот. И впереди мы сейчас проедем, я вам рассказывала, напротив фары вокзального комплекса, храм Святого Николая Будника. Вот мы сейчас его увидим. Новейший храм Святого Николая. . В Абхазии В Абхазии В Абхазии Нижневысокая 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 Ну, сейчас мы проезжаем Селение Молдовка. Жительность очень многонациональная. И вот сюда приехали и осваивали эти места. И украинцы, Молдаване. А за хребтом, это ведь район Абхазии, и там питомники есть рядом с границей. Институт медицинской триматологии. В понедельник наша группа параллельно с нами выезжала. Сегодня институт. В прошлом это в Сухуми был институт. Война в Абхазии. Институт уничтожен в Абхазии. Теперь вся наука здесь у нас на территории, но одна граница с Абхазией. Питомник огромный, около ста гектар. Так что у нас великолепная наука здесь. И руководит институтом Борис Аркадьевич Орлов. Он химик, терапевт, онколог из Санкт-Петербурга. Он возглавляет институт медицинской триматологии. Я вам рекомендую. Это как бы не детское, не совсем. Конечно, экскурсовод работающий. Она всю жизнь проработала. Она специалист. Она видит, что когда группа детская, когда взрослая-взрослая, она рассказывает достаточно интересно. У нее богатейший материал рассказывает, потому что именно на обезьянах. Вспытывают с возможной вакцины, запускают в космос. Вы видите, обезьяна-космонавтов. То есть теперь у нас институт. Бывший сухомский обезьянник-бетонник. Вот теперь на территории России. У нас в Сочи. Поселок Гумария. И теперь мы сейчас подъезжаем все ближе. Вы увидите храм святого Николая Боги. Святой, вы знаете, что он жил в начале 4 века вместе, вот одновременно со Сперидоном Тремихольским. И Николай Святой, он был епископом для гликийских. Это Анатолия, видишь, мы в Турции. Вот. Когда он умер, почил, то мощи его оставались долго. Но и войны были, турки, персы. Вот. И проходит время, и мэр итальянского города Бари переносит мощи. Вот в раку, серебряная рака и мощи. Мощи источают миро, вероточение. Это показатель святости. Вот этому мы всегда вспоминаем. Святого Николая 19 декабря, в народе называют зимний, да? И 22 мая, не забудьте. Это Никола, не от ней. Вот. Ну, говорят, что Никола, конечно, всем помогает. Естественно, он помогает и путешествующим, мореплавателям, всем обездоленным. Всем, кого обидели. Он большой помощник. И вот русские всегда говорили, вот, наши там бабушки, да нет, это русский святой, настолько вот он к нам, да? Наш, наш, Николай. Вот. Но иногда нас и наказывают. Да, когда мы в воскресенье в храмы не ходим, когда мы начинаем уборкой, стиркой заниматься, он раньше всем говорил, надо все дела делать в будни. А воскресенье – это маленькая Пасха. Это всегда праздник. То есть надо, если что, как может наказать, вы будете окном, поранитесь, что-то вот произойдет. Ну, как бы, ну, напоминает, напоминает. Нет, это действительно такое, да? Ну, вот, мы часто общаемся ведь с представителями церкви, они нам вот такое рассказывают, что это, конечно, существует, что воскресенье надо воспринимать для православных как маленькая Пасха. Это праздник. По возможности храм зайти, вот так. Продолжение следует. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 А в сторону моря, если посмотреть, гора видна. И на склоне виден крест православный. Крест был поставлен именно здесь. В 2004 году, как память о тех принципах, которые проповедовали Андрей Белевозванный и Симон Канаги. На месте бывшей базилики. Это первые православные византийские храмы. На горе видно. Симон Канаги. Симон Канаги. Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 ДимаTorzok